Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус. Сегодня мы с вами начнем прохождение игры The Evil Within, что переводится как Зло внутри. Если вы меня знаете, то, несомненно, понимаете, что я не страстный поклонник прохождения новых игр, причем как раз в тот момент, когда они только вышли, а эта игра вышла вот как раз вот сегодня. Поэтому дайте-ка я вам для начала поясню, почему я решил начать прохождение в очередной раз после исчезновения Танакартера новой игры, да вот еще и прямо сейчас. Все дело в том, что если вы слушали последний подкаст, я там затронул тему хорроров. Я хотел в них вернуться, и, конечно же, в первую очередь снова в голове появилась мысль о Крае Фире. Крае Фир, который нужно было продолжить спустя перерыв более чем год, и практически готов был уже его записывать. Но тут я увидел, что вышла игра, про которую я слышал еще несколько месяцев назад, и которую я очень ждал. То есть вот это вот, The Evil Within. И у меня такая спонтанная мысль появилась. Хорроры. Я хочу записать. Почему бы не попробовать записать игру, про которую я даже ничего не успел услышать, потому что вот она прямо сейчас буквально и вышла. Вот, после таких раздумий на ваших экранах, вот эта сама игра, надеюсь, вам будет интересно ознакомиться вместе со мной. А почему эта игра меня настолько заинтересовала? Да потому что ее создатель это Синдзи Миками, человек, который был ответственен за разработку серии Resident Evil. Resident Evil, между прочим, мой самый первый хоррор в жизни. Он создал первый Resident Evil, был продюсером второго и третьего, а также создателем четвертого. Кроме того, Синдзи был автором серии Dynacrisis, тоже одни из лучших игр на Sony PlayStation, я их просто обожал. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эта игра, а именно вот такой она и будет, чтобы она была, знаете, с душком старины. Чтобы она была такого старого стиля, напоминала временах, когда играл в какие-то хорроры, хоть и мало играл на Sony PlayStation. Поэтому давайте поедем, посмотрим, что эта игра из себя представляет. Да, я чуточку поиграл, хотя бы просто, чтобы понять, что запись будет идти нормально. Здесь, говорят, не оптимизированы совершенно системные требования, то есть игра изначально для консолей разрабатывалась, а порт какой-то получился не очень. Так, не надо двигаться, пожалуйста. Яркость, вот так вот мы, наверное, ее и оставим, потому что у меня монитор очень, на самом деле, темный. Вот, по центру тут пишут, чтобы было еле видно метку. Я ее почти вообще не вижу. Давайте хотя бы, блин, я не знаю. Хотя бы вот так давайте. Я не знаю, насколько вам видна эта метка, но мне она совершенно не видна. Об этой игре есть, на самом деле, очень спорные мнения. Одни ее хвалят и превозносят, другие говорят, что игра больная и ничего интересного, кроме какого-то просто маниакального отблеска ума создателей этой игры. То есть здесь будет нечто просто страшное, больное совершенно, вроде Silent Hill, я не знаю, мы с вами посмотрим. Но, опять же, и рецензии, и все такое прочее я решил не принимать близко к сердцу. И только лишь, когда сам поиграю в игру, я приму какое-то свое мнение, чем перенимать мнение чужое, не поиграв, не ознакомившись с игрой. Потому что порой рецензиентам просто моча в голову ударит, и они могут просто разнести игру в пух и прах совершенно необоснованно. У игры есть два уровня сложности. Обычный, для слабых и пугливых, то есть для меня, автоприцеливание включено, боеприпасов немного больше нормы. А также выживание, это стандартная сложность, бросьте вызов своим страхам и преодолейте их. Ну, на самом деле здесь должно быть еще, наверное, тяжелый уровень сложности, но, наверное, он может потом откроется. Вот, я бы, конечно, выбрал обычный. Есть у меня вот такая склонность, потому что все-таки хоррор и жанр для меня достаточно сложный, мне и страшно в них играть. Ну, как я вам говорил, у меня просто паника какая-то, я не могу действовать так, как действовал, если бы все было в порядке, если бы я был спокоен, да. Могу из-за этого тупить и что-то делать неправильно. Ну, вы знаете, мне кажется, и мне будет интереснее, вот как-то страшнее и вот по-настоящему. Вот это все-таки survival horror, именно так его именует этот жанр, в который мы будем играть. Выживание. Поэтому давайте, мне кажется, это будет и вам интереснее, и мне. Попробуем, что из этого получится. Игра у нас, кстати, про детектива, но все-таки совершенно такого характера, как исчезновение Эйтана Картера. Совершенно не такого характера. Продолжение следует... Продолжение следует... Чи�! О, я не думаю, это будет зубы. На самом деле, я так полагаю, игра будет очень атмосферной. Это уже сейчас чувствуется. Я люблю такую атмосферу, врачную. Junior Detective Kidney. Какие вопросы? Нет, ничего. Я уверен, все, мы увидимся, пока мы там начнем. И вот мы прибыли на место. Ну правда, отличное начало. Психиатрическая больница, море убитых. Между прочим, в стиле Рест-Ан-Тивола. Что ты делаешь? Коноли, контакт-диспатч, и дай им знать, что происходит. Джосеф, Кидман, ты с нами. Мы будем смотреть. Правильно. И вот мы прибыли на место происшествия, где уже много полицейских машин находится. Эпизод первый. Экстренный вызов. В тот момент, когда мы как раз возвращались с какого-то дела. Игра была выполнена на движке, честно сказать, я не помню, как он точно называется. В общем-то, от компании ID. Движок пятой версии. Тот, на котором был создан Вульфенштейн последний. И этот движок, наверное, все-таки справедливо хает за его плохую оптимизацию. То есть, он даже на мощных машинах игры идут не совсем гладко и приятно. С другой стороны, хотя вот у этой игры были большие системные требования, но она у меня идет очень гладенько. И записываю я Фрапсом, а не Бантикамом. Допустим, как записывал Итана Картера. Картера, который был, по сути, требовательней, более требовательной игрой. Харизматичный у нас такой, да, главный герой? Вот. Кроме того, есть у игры действительно одна большая проблема, которую я уже могу назвать проблемой, а не просто по жалобам игроков. Вот эти вот полосы сверху и снизу. То есть, авторы игры хотели сделать ее более кинематографичной. Вот для этого это прибавили. Но мы ведь с вами играем в игру. Нам нужен хороший обзор. Зачем ограничивать? И кроме того, вы там, может, еще эти полосы не увидите такими прям большими. А у меня они занимают большую часть экрана. То есть, маленькая такая полосочка посередине, это и есть игра. Потому что у меня там монитор квадратный. И к моим родным полосам, которые возникают, когда я записываю в широкоформатном неродном разрешении, прибавляются еще эти полосы, которые предусматривала игра. Именно вот этот факт меня отталкивал от того, что я записывал эту игру. Ну, потому что мне некомфортно играть. Я вижу очень мало узенькая полосочка по центру. Но мне кажется, это все-таки дело привычки. И такую игру я просто не хотел обойти вниманием. То есть, смотрите, какая ситуация. Я бы ее и так просто взял и прошел для себя, скажем. То вместо этого я решил, что, может быть, моя реакция. Все-таки хорроры вызывают у меня весьма интересную реакцию. Вот. Я все-таки решил, что лучше не сам ее пройду для себя. А раз уж я буду на нее тратить время, то можно, в принципе, ее попробовать и записать. В общем, дела обстоят совсем худо. Я не знаю, что мы с вами под дождем стоим. Тут просто проливной льет. Куча полицейских машин. Скорая стоит. Причем, почему-то никто не выходит. Неужели забирать просто некого? Катафалк просто присылать уже пора. Ну что, будем потихоньку подходить. Я вижу, что, допустим, текстурки здесь не самые красивые. Иногда текстурки как бы плывут. При том, что у меня максимально стоит настройки. Плюс этот движок хает за то, что то же самое было, кстати, в Ульфинштейне. Что текстуры нормально отображаются только после того, как ты к ним подойдешь. Они прямо на ходу начинают как бы создаваться, отображаться грамотно. Что не очень, конечно, здорово. Вот мы, судя по всему, какой-то крутой детектив. И у нас есть два помощника. Джозеф парень, девушка. Кидман или как там, Канелли. Короче, пройдет время. Я думаю, мы с вами запомним, как зовут персонажей. Твою же мать. Настоящая резня была. Просто мясорубка какая-то. Ты посмотри, что это было. Да, слышал. Вот такая она, психиатрическая больница. Back on Mental Hospital. Хорошо. Если есть кто-то живой. Ну, дайте-ка мне пока разобраться, что к чему. Пройтись. Как я и сказал, игра принадлежит к жанру survival horror. То есть, horror, где нам нужно выживать. Но при этом у нас будет оружие. То есть, мы с вами сможем и отстреливаться. Да ладно. Его убили в тот момент, когда он просто сидел книгу читал. Это просто пациенты-психушки все, да? Смотри, и сестра, ну или не медь-сестра, может кто-нибудь там, нянечки всякие, да? Обалдеть, сколько крови. Да, друзья, в этой игре будет очень много крови. Поэтому, если вы не выносите вид крови и вообще вам неприятны такие игры, то я вам рекомендую не смотреть. Потому что игра будет практически состоять из этого. Я просто прочитал один комментарий, где эту игру обругали просто за то, что вот она такая. Но я не могу сказать, что так уж плохо, потому что на вкус и цвет товарищей нет. И всякое ведь бывает, правда? Хоть это, конечно, все и до жути ужасно, но... Посмотри прям в кресле. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что? Ты дернулся только что? Обалдеть просто. Как это все не круто? Это все капец как не круто. Все в крови просто. Девушка, подскажите, в какой палате я могу найти... Джозефа... Канелли? Боюсь, эта девушка больше нам ничего не подскажет. Так, ну хорошо, здесь у нас кто-то живой, говорит Джозеф. Ты потерялся? Что случилось здесь? Не может быть реальным. Непосредственно. Руви... Я его. Секретные камеры могут сказать нам что-то. Записи. Ну да, только что-то мне кажется, что на них ничего не записало. Знаете, просто так, прямо паранормально что-то произошло. Интересно, когда наступит тот момент, когда нам надо будет бояться. Вот действительно, вспомнить первый растентывал. Там же был особняк, да? И вот сразу оттуда началась игра. Особняк, где все очень плохо. Кровь везде. Короче, совсем все не круто. Я очень хочу хоррор-стар во стиле. Очень-очень сильно хочу. Тогда это будет значить, что это все не зря. Так, смотрим. Ой, так это прямо сейчас происходит. В кого они стреляют? Полицейские, да? Что-то там не хоррор... Что за хорр... Альтаир? Обалдеть просто. Да ладно! Он здесь уже. Я не знаю, как мне это описать. Что это? То ли монстр, то ли что. Очнулись. Крыса, фу. Слушайте, мы висим. Обалдеть. Он нас подвесил. Мазь твою. И тут кто-то висит. Да смотри. Боже, какой кошмар. Мы можем нож схватить? Смотрите, он как подсвечивается нам. Капец, он просто харчит там кого-то. Это живые люди все. Неужели и наших помощников, всех просто... Так, я могу что-то сделать? Кнопка Е. Я управление не знаю. Игру еще винили за то, что она никаких подсказок вообще в принципе не дает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, он половину туловища несет просто. Да, это действительно просто больная игра. Давай, 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 давай. Тянись, тянись, тянись. Раскачиваемся. И еще разочек. И еще разочек, давай. Боже, да дотянись он. Пока он не видит, мать твою. Хорошо. Давай, режь веревки. Какой кошмар просто происходит. Не привет тебе, не приветствия, ничего. То есть сразу тебя игра просто окунает носом, да? То, что происходит. Так, тихо, тихо, тихо. Что он делает, мясник, мать твою? Скажите, мне надо его убивать? Опять же, я не играл в играх. Что? К нему трупы прилетают просто. Черт, по тебе подери. Не открывается. Бляха, муха. Я не играл никогда в игры, где вот нужно было по стелсу действовать, честно. Где он? Вы знаете, я уже даже более-менее привык, что у меня экран такой. Тихо, 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 тихо. Черт, да я даже не знаю, как прятаться в этой игре. Блин. Мне конец. Мне просто конец. Слушайте, может получится, а? Давайте рискнем. Я не знаю, это очень плохая идея, мать его. Это очень плохая идея. На тебе, тварь. Да ладно. Черт. Пошел нафиг. Просто отлично я начинал. Здравствуй, Таурус. Вот что тебя здесь ждет. Так, слушайте. Я ведь сказал, что это не человек. Зачем же мне нужно было это делать? Или мне действительно нужно это делать? Давайте еще раз попробуем. Я не знаю, я никогда в такие игры не играл. Получи, сволочь. Да бей же его. Обалдеть просто. Пока голова. Я просто, я реально нажал, короче, кнопку Е. Чтобы убить его скрытно. Но это не сработало почему-то. Давайте еще раз попробуем. Не знаю, мы один раз его бьем. А что дальше? Да е... Беги же ты! Ой, слушайте. Мне кажется, я буду долго к этому привыкать. Надеюсь, вы не будете на меня слишком в обиде за это. Но я не знаю, что мне делать. Потому что я вроде все сделал правильно. Кстати, еще говорили, что это игры долгие загрузки. Но я пока этого не замечаю, честно. Так, может мне каким-то другим образом надо? Мать твою. Ты смотри, что творит. Ты смотри, что творит. Все просто в крови. Так, он идет туда. Отправился детектив на дело, да? Связка ключей. Эта связка ключей была найдена в подвале психиатрической больницы. Ей пользовались до того, как в больнице установили современную систему безопасности. Так, теперь сюда, быстро. Давай, взял и пошел, 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 пошел. Твою мать. Одну минутку. Я не знаю, у меня постоянно настройки сбиваются. Мне нужен спринт. Мне нужен спринт просто. Ускориться. Вот, shift. 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 А это не работает. Я не знаю, почему спринт у меня не работает. Смотрите. Да беги же ты, сволочь. Давай, 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 родной. Давай, давай, давай. Тихонечко, тихонечко. Может, потому что ему плохо. Он долго сел вверх ногами. Может, у него травма какая-то. Но у меня просто не работает спринт. Он еле-еле двигается. Я не знаю. У меня уже были, в принципе, такие моменты. Когда у меня сбилось управление. Абсолютно все. И мне приходилось его по-новой настраивать. Может быть, и сейчас какая-то проблема. Может, это правый shift. А ну, погодите. Да нет, и не правый. Посмотри. Комната мясника просто. И к нему сваливаются новые трупы. Твою мать, что ты творишь? Да беги же, ты беги. Не стой на месте. Матерь божья. Беги, беги, родной. Давай, давай, давай. Справимся, справимся. Все, я могу бежать. Я умею это делать. Я умею бегать. Давай же, родной. Быстрей, быстрей, быстрей. Охренеть просто. Ты что это за хрень? Я не могу просто. Ключ. Вентиляцию. Давай, полезли. Твою мать. Если честно, я даже не знаю сейчас, как это все описать. Если сейчас все настолько быстро, я даже не знаю, может, мне сейчас помолчать стоит. Я понимаю, почему некоторым людям не нравится эта игра. Потому что она реально больная. Я люблю больные игры. Ты посмотри, это просто кровавая какая-то ванна. И мы еще с пораненной ногой. Просто отличное начало. Вот серьезно, ничего, ни обучения, ни какого-то вступления там сюжетного. Да, оно буквально все в пару минутах было. Сразу же нас просто бросили в ад. В адский котел. Варись, Таурус, говорят они. Так, хорошо. Теперь можно хоть как-то успокоиться. Я не помню, чтобы я когда-то играл в столь быстрые игры. Знаете, она очень активная, мне кажется, будет. Но и при этом страшная. Это совершенно новое какое-то для меня сочетание жанров. Контрольная точка. Но они, пока я вижу, довольно часто будут встречаться нам, да? Давай, родной, куда же ты попал вообще? И кто тут за мужик в балахоне был? Так, здесь ничего интересного. Мне кажется, что я шаги слышу. А это совсем не здорово. Ничего здесь нет, вообще ничего. Нет, графика в этой игре, кстати, довольно приятная. Я бы сказал, даже очень приятная. Если бы это не полосы сверху и снизу, было бы еще лучше, но все-таки... Тихо. Бедняга. Пошел бы дело расследовать. Нарвался на мясника. Который, как мне кажется, отнюдь не человек. Что бы кто ни говорил, но с синдзимиками мастер просто жанра. Пока я не могу сказать, что мне это все ужасно жутко, да? Вот что прям мурашки по коже бегают и хочется закрыть игру, как в том же краю эфире было. Но мне жутко... Да, мне бы тоже хотелось знать. В принципе, там выход может быть. Но жутко то, что, в принципе, здесь происходит. То есть просто... Вообще непонятно, что происходит, да? Так, это что у нас такое? Аптечка или... Нет. Старая записка из канализации. За запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который выведет тебя наружу. Ты сможешь бежать. И, возможно, выжить. R. Хорошо. Будем периодически встречать такие записки. Так, хорошо. Если нам нужно дальше по канализации двигаться, тогда... Давайте посмотрим, не откроется ли эта дверь. А, это звук от пропеллера, да? Потому что я думал, что здесь действительно кто-то есть. Опа. Здесь у нас тоже какая-то комнатка. Не знаю, может ли она нам чем-то, в принципе, помочь. Все в крови. Просто все. Это что, тараканы какие-то бегают? Какие-то насекомые, которые испачканы в крови, да? Обалдеть просто. Так, я не знаю, зачем я сюда пришел. Я ни с чем здесь, пожалуй, не могу взаимодействовать. Поэтому давайте выбираться. Сыро, мерзко. Но, блин, если бы это было нашей единственной проблемой. Но, надеюсь, что выжить мы с вами точно сможем. История явно похуже, чем история Пола Проспера. Так, давайте посмотрим, что здесь. Хотя, решетка, вряд ли я это открою, так? Блин. Нога, блин, просто разрублена. А я еще пытаюсь проверить каждую дверь, да? Как я мучаю. Нашего персонажа-то, а? Так. Хорошо, нам или какой-то топор нужен, чтобы разрубить, или... Ключ. Ну, где брать ключ? Прямо в канализации, что ли? Пока не вижу ничего нам полезного. Хотя бы надо понять, как играть в дальнейшем. Потому что это может быть даже... Ну, в краю эфире тоже были элементы... Это шутера, да? То есть, как шутера? Нам просто давали возможность как-то обороняться. То есть, с одной стороны, мне кажется, что когда у игры жанр survival horror, то игра должна быть намного страшнее, если у нас нет возможности обороняться. Надо просто убегать, да? Вот. Но вполне вероятно, что в этой игре и оружие нам не слишком-то поможет. Тихо. Здесь пока что более-менее спокойно, вроде нет. Это место, в принципе, не может быть спокойным. Когда вокруг куча трупов, крови, и вообще непонятно, что произошло в этой психиатрической больнице. Так, погоди. Вначале я хочу посмотреть, что у нас здесь. Здесь у нас еще какие-то документы. Прошу прощения, смска пришла. Записка из бойлерной. Проверка системы STEM начинается в 13.00. Через 15 минут результат положительный. Синхронизация мозговых волн подтверждена. Потери минимальны. Продолжаю эксперимент. Агент собирает данные. 13.30. Возникла аномалия. Не с подопытными. Стенографика сказала, что ей нехорошо. А, стенографистка, прошу прощения. И по неизвестной причине впала в кому. Врач приказывает отключить систему STEM. 13.45. Персонал жалуется на тошноту, люди один за другим падают в обморок. Те, кто еще может передвигаться, хотят бежать из больницы, но почему-то не могут. Систему STEM должны были отключить. Однако мозговые волны подопыты все еще синхронизированы. Блин, погодите. Вот у нас архив здесь есть. Разве это не оно? А где мы должны это все читать? Вот они, документы, да? Я не дочитал до конца, случайно закрыл. Вот, систему STEM должны были отключить. Однако мозговые волны подопытных все еще синхронизированы с сервером. И 14.00. Он. Появился тот человек. Просто здорово. На самом деле, в сюжете, если все так, как нам пока рассказывают, вот здесь у нас предметы хранятся, в сюжете, в истории этой игры нет каких-то открытий особых, да? То есть, уже не раз мы видели, ну, опять же, кто мы. Я не так-то и много хорроров играл. Ну, я смотрел прохождение, в принципе, знаю, что существует много игр, где место действия происходит в психбольнице, и над психически больными проводили какие-то эксперименты. Что-то похожее, похожее здесь, да? Какая-то система STEM. Просто над мозговой активностью психов работали. В результате стало плохо не только психам, но и сотрудникам. Так, хорошо. Допустим. Ох, что-то сейчас нехорошее будет. Тихо. И где же мы? Я так понял, что если есть предметы, с которыми мы можем взаимодействовать, они будут подсвечиваться. В принципе, это удобно. Да, история здесь будет совсем не детективная. Вряд ли мы будем расследовать просто-таки с лупой, знаете. Монокль такой надеть. И будем исследовать какие-то улики. Хм, кто-то здесь оставил чашку кофе. Надо забрать в лабораторию. Отследить по ДНК, что же это был за человек. Нет. Игра не о том. Как здесь неприятно, слушайте. Так мужичка жалко. Тихо. Мать твою. Да куда ж ты? Я не... Твою мать, я не в ту сторону ушел. Не в ту мать ее сторону. Просто. Короче, здесь надо было прятаться, как волк. Лучше спрятаться, говоришь, да? Все, прошу прощения меня, детектив. Так, это в хэп... Давайте записи нести, сколько раз нам уже голову отрубили. Ой, друзья, простите, но мне кажется, вот в таких играх я и буду привыкать к жанру. В таких играх я и буду привыкать к жанру, потому что... А, не то, что потому что... Вот видите, я просто уже начинаю заговариваться. Настолько напряжение велико. Просто не в ту сторону, блин, побежал. Так, хорошо. Мы здесь будем прятаться в шкафах, прямо как в Outlast, в который я, кстати, тоже хочу поиграть. С ума сойти, этот псих уже здесь, и он уже с бензопилой. Лучшее оружие для мясника, правда? Давай. Давай же, ну забирайся. Ты забираться будешь? Да заберись! Что ж ты творишь-то, мать твою? Давай, быстрей, быстрей, контрол. Какой задницу контрол? Пусть мне сказали Е надо жать. Так, тише воды, ниже травы. Больше нас не видел, правда? Охренеть. В дальнейшем советую всем смотреть это прокажение ночью и в наушниках. Нервишки-то лечить свои надо, мясничила. Только не сюда. Только не сюда, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Я не буду вылазить, если вы на это намекаете. Нет-нет-нет. Я все это время держал контрол, у меня палец уже болит. Я думал, что если я отожму его, то всего и плохо. Мне кажется, что нам надо выходить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что, обратно идем, да? Но не думай, что хорошая идея идти туда, куда он пошел. С другой стороны, что нам идти обратно? Мы ведь ничего даже не нашли, правда? Охренеть. Что он говорит, мать его? Слушайте, может это просто сотрудник больницы? На которого как-то неадекватно подействовала система STEM. Я не знаю, на самом деле, почему я возвращаюсь. Нет, нам сюда не нужно было. Нам сюда не нужно было. Короче. Однажды, играя в инди-хоррор, я научился... Black Shadow, скажется. Я научился пользоваться фонариком. И разумно пользоваться батарейками. Ведь до этого я никогда в играх, в страшных играх этим не занимался. В других хоррорах я приучился к скримерам. Теперь я приучусь прятаться. И, в общем-то, играть в высокобюджетные хорроры. Ух, их было немного у меня на канале. Я, короче, не знаю, как я буду выживать. Я еще сложность поставил максимальную возможную. Твою мать. Да пошел же ты нафиг. Тихо, 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 тихо. Бить его смысла не вижу. Сволочь гребаная. Ты не можешь позволить его видеть меня. Да я догадался. А ты где? А ты где? Ненавижу терять визуальный контакт. Да, 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 хорошая идея. Давайте постоим здесь. Ой, я не знаю, друзья. Плюс я слышал, что игра достаточно длинная. Он здесь. Иди обратно, я невкусный. Слушайте, он не видит, допустим, глаза наши. Здесь такая прорезь. Нет, нет, нет. Я сказал нет. Нет! Нет! Твою мать. Я не ожидал, что можно так бояться гуманоидов. Ну, типа, монстров, похожих на людей. Обычно я боялся другого в хоррорах. В краю эфире, правда, тоже такие были, но... Бля, там... Что от меня хочет игра? Тихо! Увидел! Увидел! Господи! Знаете, в чем проблема? От нас следы крови остаются. Нет! Нет! Нет, 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 нет! Нет, нет! Черт! 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 Тихо, 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 тихо. Тихо. Резня бензопилой, да? какая там, где-то, в каком городе действие происходит. Короче, я не знаю, что мне делать с этой игрой. Что у нас здесь? Бутылка, которую можно отвлекать. Охренеть, просто. Я никогда не играл в такие игры и не горел желанием. Вот ей-богу. Верите, не верите? Смотрите, что мы можем делать. Тихо! Ах ты, уродица. Да ну как же так? Я не знаю, я смотрел прохождение разных игр, где для отвлечения врага нужно было использовать какие-то предметы, камни, там, бутылки, что угодно. Вот, видите, врагов можно отвлечь, бросая бутылки. Ласт у фас, например. Там такое было. Прохождение смотрел. Ну, чтобы самому... Мне казалось, что это все должно быть действительно проще. Вот ей-богу. Верите, не верите? Так, ждем. Ай, господи, это будет мучение просто играть в эту игру, друзья. Я серьезно. А можно его убить? Можно. Смотрите, бутылку в голову. Бежим, 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 родной. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хорошо. Видите, с каждым разом все равно все успешнее и успешнее, да? То есть какой-то опыт, наверное, все-таки получается. Так, какая-то кухня у нас. Блин, я не знаю, настолько напряжен. Я даже не могу нормально комментировать. Простите, друзья, за это. Действительно, надеюсь, вы не будете на меня в обиде. Просто я никогда в такие игры не играл. В 10 раз повторяюсь и все равно продолжаю это говорить. Тихо. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Мы можем идти дальше? Давайте рискнем. Я не знаю просто, что нам нужно искать. То ли ключи, то ли еще что-то. Мы вообще кругами не ходим и хоть правильно идем, потому что, опять же, я скоро начну в панику впадать. И потеряю смысл происходящего, что нам нужно здесь делать. Хорошо, хорошо. Успех. Контрольную точку дайте. Дайте контрольную точку. Слушайте, ну мне кажется, это будет интересно. Контрольная точка. Так, господа. Я вам предлагаю на этом остановиться, потому что мне просто хотелось закончить вводную серию на самом деле. Плюс хочется выложить ее вот уже как раз сегодня, в тот день, когда эта игра вышла. Я знаю, я знаю, что другие люди, другие летсплееры будут играть в эту игру лучше. Но мне просто нужно учиться. Кстати, у нас есть еще какое-то меню обучения, которое должно мне как-то помочь. Ну, как бы там ни было, не знаю, уже, наверное, не стоит этим заниматься. Будем уже познавать игру непосредственно в самом процессе. В общем, что я думаю? Прохождение затянется надолго. И, честно сказать, мне самому интересно, какие я испытаю эмоции. И это будет незаменимый просто для меня опыт. Друзья, надеюсь, что вам будет интересно это прохождение. Я вас попрошу поставить лайк, поддержать меня таким вот образом. Простите за несвязанность моих мыслей. Я думаю, в дальнейшем мы попривыкнем к этой игре. И комментарии уже будут более связанными. А пока, на самом деле, просто такое напряжение, что хочется отойти и отдохнуть. Как бы там ни было, пока игра мне нравится. Опять же, я понимаю тех людей, которые, увидев вот эти вот просто реки, целое озеро крови, решили обозвать автора больным человеком, который не умеет делать игры, но при этом больной и отражает это в игре. Вот таким вот странным способом. Но, честно сказать, на меня это производит впечатление, но скорее положительное. То есть, мне игра нравится, мне нравится геймплей, посмотрим, как будет дальше. Это, честно говоря, неповторимо. Это новый для меня опыт, и мне очень интересно, что будет дальше. Если вам тоже интересно, что будет дальше, то оставайтесь на линии, и нас с вами ждет еще много интересного.